Это был царь Ващи, не Ващи, а царя Ващи, он был Ващи, царь Ващи. Ну, то есть в армии, но опыт немножко смешанный, Ващи со словами руководитель. Собственно, любой Ващи, который руководит, управляет, тоже умеет. В своем небольшом царстве деревня. Да, в своем царстве деревня, или даже кто-то опыт, компания может быть, банки какие-то, может быть, это тоже, значит. Степенья ответственности просто немного разная, ну, давай, что. Также в Кшатле есть разные степени ответственности, разные звания. Также в Рамане есть тоже разные. Снания есть тоже разные уровни, с Федой на разные уровни. Харри Кришна, Борис Махараш, хотел вопрос задать. Кто в Ващи обмечал внуки, сколько нужно жертвовать? Ну, физическая формула 50%. В Рубаде написано, что читаем, что ли там летит, по примеру, Санатану Газаевичу. Так делают богатые Ващины. Это формула 50%. Сейчас это применило? Не всегда. Когда Рубада говорил об этом, то предные решили это как бы, ну, зафиксировать, сделать закон условный. Чтобы все грехасти, 50% жертвы вискали. И они уже написали в документе. Вот так же, по малопричному врачу. Рубада говорил, что нет, нет, не 50%, до 50%. Напишу, до 50%. Сколько могут до 50%. Нужно так же. Здравый смысл? Но формула такова. 50%. Когда Санатану Газаевичу накопленные богатства разделил, он таким образом разделил. 50% сразу отдал на духовные цели общества. И еще пополам разделил на 25%. Наличные нужды себе и родственников. Несколько лет заняло мне эти расчеты. Несколько лет посвятил, чтобы правильно посчитать деньги, чтобы не видеть никого из родственников. Он очень тщательно отнесся к этим деньгам. Это была целая блокка золотых монет. И примерно по подсчетам, примерно современных Ващинавов, мне сказали, 4 миллиарда долларов. При такой сумме неважно, сколько вы говорите, 25%. Нет беспокойства, есть очень большие деньги. Но есть другие примеры. Коловец Шиддхарда, который зарабатывал гроши. Пальцы костюм, он в мелкие монеты зарабатывал на бананах. И тоже 50% гамни, тоже эту форму. Мистическая культура так же. Он жертвовал 50% гамни, у него практически ничего не оставалось. Не было ни поесть толком, ни даже крышу залатать, вообще ничего не было. Но следовало реформу. Как мы будем следовать? Ну, индивидуально, но есть интересный, есть преданный. Джай Говора, Джай Говора Прабху. Из Гамбурга, очень крупный. Могу ли по-немецки? И мы с ним познакомились несколько лет назад. А в прошлом году он приезжал на наши ретрики в Германию. Он же музыкант, профессиональный. Очень красивый кирпин ведет. Он грехарство, у него примерно 10 детей. Много детей, много детей. Жена у него тоже преданная, дети детей, да? Все равно они Кришны. И он называют там Германией, Джи Би Си его называют Германией. Ачария пожертвований. Он всегда делал пожертвования, даже когда был минус. Он остался в этой истории, потрясающей истории. Даже хотя бы приводить к Александру Малисишку. Он просто вдохновил преданные греха делать пожертвования. Да, благородный, воздушный цех. Это же уникальный человек. Вас можно иногда сахаркат его пригласить. Он может рассказать потрясающую вещь, невероятную вещь. Что происходит здесь, когда вы начинаете жертвовать. Это и Бог. И вот это называют отчаяния проживания. Про коров вопрос. Слышал от некоторых преданных, что вот он этого самого, что есть коробы, породы Суранхи, которые в Уриндаме. Вот это коробы, и они дают настоящее молоко. А все коробы, которые не породы Суранхи, это кальюжные коробы. Их за коробу прицелом можно насчет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть вопрос в том, что... Те коровы, у которых есть гор, то есть те, которых спереди вот этой складки есть, они настоящие коровы, все остальные не коровы. Да, об этом вопрос. И то молоко, которое идут западные коровы, тоже не молоко. Об этом вопрос. Да. Хорошо. Ну, Прабхата начал защищать коровы в Западе. Прабхата начал защищать коровы в Западе. Если бы эти коровы были не коровы, он бы не называл это защита коровы. Он бы как-то по-другому это назвал. Он, на самом деле, в Индию хотел привезти коричневую корову. Он говорил, это лучший молоко, мы, может быть, эти коровы в Индию. Он говорил, это самое лучшее молоко, возможно, мы этих коров привезем в Индию. Я думаю, что это непонимание может исходить из стиха, который Дживакасвами приводит, что такое корова там написано. Там описывается, на что похоже у коровы. Ага. Лап. Вот эти складки с перед. Когда люди читают коровы, они понимают, что у коровы должны быть гор, должны быть складки с перед. Это одна сторона вопроса. Другой аспект, что индийские коровы особенные, нет никаких сомнений. Даже Мама Яшода, в ее прошлый раз, у нее много коровы. И от них она берла одну корову, и она оставила ее специально. У мамы Яшоды выбрали коровы много, и среди них она выбрала одну. Они были особенной, она была самой особенной. Ее кормила она специальной травой. И есть специальный вид коров, от которых вы берете молоко и даете брамана. У них разные характеры, разные качества. Но говорить о том, что только с горлом это корова, это не то, что сказал наш основатель Ачаги. Очень хороший момент. Мы должны все стереться, чтобы прабху падает. Все, что мы слышали, да? Он сбивает стоп. Нужно сразу обращаться к книгам прабху падения, к его примеру и к его словам. Все легко. Все легко. Хорошо. Хорошо. Вы упомянули, что нужно правильной жертвовой. У него выбор сказать, что такое правильная жертва, потому что, ну, в нашем мире достаточно, когда разуму мало, это достаточно сложно, то есть вроде просителей, кому надо, много, но часто это, наоборот, портит все, и как здесь правильно, если это вот тут правильно. И еще один вопросик ему, это то, что не пожертвуя инвестиции, то есть ты куда-то инвестируешь и требуешь, но в те благотворительные проекты требуешь, чтобы это было как, ну, не как бизнес, по крайней мере, чтобы было эффективно, или с какими-то требованиями, является ли это правильным, или потому что все равно ты жертвуешь деньги, ты сконцентрированный в твоей прошлой усилии, и ты все равно жертвуешь их. И это правильный подход, что ты требуешь, вместе с требованием, или надо, там, поддал в зерну. Хорошо, хороший вопрос. Калкан, пробу тоже что-то сказать на этот счет. Я что-то скажу потом. Потому что у меня нет опыта пожертвования в собственность, у большого, большого зарабатывания, когда в ваших денег. Но какой-то опыт у меня есть, конечно же, пожертвования в деньг, в нуждорожье. Такая семья, жертвы, духовные учителя какие-то деньги. Но первое пожертвование я помню хорошо пожизненно, до моей инициации, еще до посвящения. Я работал на работе, там пожарная окраска у меня была. Я думаю, хорошо зарабатывал. Там еще какие-то бабки шли. По тем временам, тут мне еще лишние деньги оставались, каждый месяц еще лишний день делать. Мы не считали копейки. Избык даже. И избыток каждую зарплату, каждый месяц был 25-30 рублей. Вообще легко, куда угодно. Но тем временам, нормально. Очень хорошо. И вернулся один, приятный из тюрьмы, в выпуске, 5 лет про его. Он, наверное, не живой. Здравствуй. Люток Женин. Один из самых старых. Я слышал что-то про Аминь, второе освящение. На заключении про его 5 лет за осознание кришнице. И приятное всегда вспоминание, как он проповедовал, как он смело действовал, как у него была решимость. Какой он тихтаны проводил. Я был впечатлен, особенно когда он вернулся, я увидел, что человек уравновешенный. Вот первый раз увидел вот это вот пример глубокого равновесия внутреннего, сбалансированный человек. Даже я не понял, что он из тюрьмы вышел. Что-то было необычное настроение. И первое, что он стал говорить, о важности духовной жизни. Как только он дали слово преданное, не только только из тюрьмы, он сразу стал призитирным против важности духовной жизни. И он был очень счастливым. И вдруг я подумал, он только что из тюрьмы, Боже, у него сейчас ничего нет. Я смотрю, вот, женя, давай, дети, милый, святуюся, боже, эту наслую. Вот это был первый наш опыт. Именно сам решился. Это важно, что человек сам решает, сам чувствует. И я помню это пожизненно, потому что, когда я дал это пожертвование, я сразу почувствовал с ним связь внутреннюю. Вот это было пожертвование. Достойная личность, в нужное время это делается, как пожертвование, есть разный гонок природы. И на первом месте должна быть достойная личность, то есть с кем я строю отношения. Не просто, да, мы вместе дом строим, да, и поэтому это показывают деньги. А от личности зависит, кто это делал, с какими мотивами и целями, что будет. Не в самом этом проекте, да, ответ, а в личности ответ. Когда Абрубада проповедовал, ему жертвовали со всего смерти. И он часто спрашивал, когда получил крупное пожертвование, как вы хотите, чтобы я это использовал. Зачем вы это делаете, да? То есть люди чувствовали личную связь с его миссией, осознанно это делали. Я не понимаю, иногда он просто говорил людям из нас, я пишу книги, вот это Бхагавата Пурана, это Бхагава Гидра. Хочу распространить по всему миру. Помогите мне, дайте мне пожертвовать, купите мне несколько книг. Люди понимают, я говорю, миссию, довольно странно пожертвовать, потому что это отношения для этого близне. Они чувствуют, что это хорошо. То есть смысл этих пожертвов именно отношений. Когда наши отношения лучше, прочнее. Девабрида Магараджи, он рассказывал, что Камна пришел в Сознание Кришны, это Бхагава Гидра, сейчас он рассказывает. Вот его красивый молодой человек, богатого отца, куча людей. И всегда, как на улице, встречал преданных. Пастерами попадались. И они мне эту книгу распространяют, уже эту, я уже имею, ну возьмите эту, я уже имею, ну вот, все уже книги есть у меня. Ну дайте пожертвования на храм. Сколько можете? Говорит, ну сейчас у меня с собой денег нет. А где же вы, поехали к вам? Ну поехали. Я сам боялся, что мне увидится эта женщина, которая в саде вот, странная какая-то. И я еще думал, сколько же ей пожертвовать? У отца деньги взять. Десять тысяч долларов пожертвовать. Она говорит, ну приходите в храм, ушла. Через какое-то время снова она приходит. А вы не хотите еще пожертвовать? Он говорит, ну давайте еще пожертвовать. Еще до сколько тысяч долларов пожертвовать? Она говорит, приходите в храм, ушла. Пять раз говорит, ну давайте еще пожертвовать, еще вы, вы же можете пожертвовать, давайте еще, постоянно жертвовать. «Не хотите на шрам посмотреть? Конечно, я хочу только один женщина!» И я пошел, посмотрел на храм и все, как остался. Отношения очень простые. Она очень просто не общалась. Все, когда она говорила, что там храм, пойдем, посмотрите. К ней мечтали? Ну, жертвуйте. А пойдемте посмотрим. То есть я в эти отношения вошел через пожертвования. Я понял простоту и вот эту чистоту. Я пришел и почувствовал садим. Есть другое, скажем, мы не очень знаем этих людей, но мы доверяем движению. Так, я, может быть, не знаю хорошо этих людей. Они администрируют, руководят строят храмы, проекты и просят помогать тоже. Я, может быть, так, чуть-чуть знаю, но движению я доверяю. Хорошо, когда я говорю, если людей не знаю, ну, присылайте мне отчетность, пожалуйста. Как используете регулярность? На что? Фотографии присылайте. Что настроить за цифр? Понятно? Есть разные способы. И вот второй рекомендован, что касается, когда мы именно организации жертвуем, очень рекомендован, чтобы мы получали отчетность этого жертву. Это очень хорошо. Чтобы с полной ответственностью принимались пожертвования, не безалабельно, не полагать. Калкан Прабу очень стоит. Спасибо. 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 Спасибо вам большое. Это очень хороший вопрос, который вы подняли. Особенно когда мы обсуждаем защиту коров. Он может описывать защиту коров. Его Нанда Махараджи, который Шайтан Юрий Шарам Прабу читает, он просто родит 200 тысяч коров. Например, в этой главе, которую имел Шайтан Юрий Шарам Прабу описывает, Нанда Махараджи жертвует 200 тысяч коров в благотворительности. Это часть нашей природы. И я думаю, что ответ, который мы только что услышали, что отношение очень важно, это очень важная предложение. Потому что мы видим, что больше и больше правительственные программы, которые приходят, и просмотра за деньги. Мы видим, что много